Безумная сказка Льюиса Кэрролла о чудаковатой девочке по имени Алиса возбуждала фантазию не одного поколения театральных и кинорежиссеров. И вот теперь настало время горячей чашкой безумного чаепития растопить лёд очень популярных сегодня представлений на льду. На чашечку горячего чая со льдом сегодня к нам заглянули очаровательные девушки. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная и будущая олимпийская чемпионка по фигурному катанию Маша Ковалева. Девушки, доброе утро. Здравствуйте. Елена, скажите, инновационное шоу, так называют создатели ледовых спектаклей, а в чём его инновация? Очень красивая у нас сказка получилась, очень красивая декорация, экран, который передаёт от эпизода к эпизоду какие-то действия. Зрители видят сразу. На льду можно показать что-то, а переходы всегда сложные. Поэтому у нас рассказывается всё на экране, что будет, как будет. Мы видим, знаем, что вы играете там белую королеву, а кто играет вашу соперницу, скажем так, королеву красную и других безумных персонажей? У нас очень много персонажей красной королевы. Это Татьяна Татьмянина вместе с Максимом Мариним. Они исполняют роли красной короли и красной королевы. Безумный шляпник у нас американский фигурист Джонни Виэр. Будет, видимо, справлять Новый год вместе с нами. Придётся в России. Да, придётся в России. А на самом деле самый хороший Новый год только в России. Больше нигде так не празднуют. Это точно. Маш, хочется задать вопрос тебе. Тебе всего лишь 13 лет, да, и ты уже достаточно такая у нас опытная шоу-вумен. Работала с Ягудиным, с Плющенко. Как тебе роль Алисы и как ты с ней справляешься, сама как считаешь? Это же всё-таки главная первая роль у тебя? Ответственный такой момент, да? Ну да, когда мне сказали, что я буду играть Алису, я сначала долго не верила. Но вот сейчас поверила, и мне это настолько нравится. Вот с олимпийскими чемпионами на одном льду кататься в одной команде, мы считаем. Мне очень нравится это. То есть справляетесь со своей задачей полностью? Ну да. Как вообще ощущение, вот когда вокруг тебя всё это происходит, ты понимаешь, что ты ответственен практически за всё действие? Ну, на первом шоу я очень волновалась, я понимала, у меня первый сольный номер был. И я очень волновалась, как примут меня зрители, и вот вообще как всё пройдёт. Но уже вот когда сольный номер у меня прошёл, я уже перестала бояться. Как тебя успокаиваешь? Вот надо выйти на лёд, что себе говоришь? Ну, я себе говорила то, что никто не знает, как должно быть. Поэтому... Правильно, молодец. Калина, я знаю, что у нас же скоро Олимпиада в Сочи, да, через три года. А вообще, со скольки лет можно принимать участие в Олимпиаде? 16. 16. То есть Маша пока ещё не рано, да? А, как раз ей будет 16. То есть Маша сможет принимать участие в Олимпиаде? Да, все дороги. Здорово. Ты собираешься, Маша, что делать? На Олимпиаду хочешь поехать? Скорее всего, да. Да? То есть готовиться будешь все три года? Да. Правильно, хороший настрой. Ты знаешь, ты готовишься на коньках с трёх лет? Да. А не рано вот так вот? Ну, ты же маленькая совсем была малышка, когда на коньки встала. Ну, меня родители вообще на лёд привели лечить болезнь. У меня была астма, и врачи нам сказали, что мне нужно находиться на холодном воздухе. А на лыжи меня родители не хотели отдавать, поэтому решили отдать фигурное катание. Ну, надо же. Вот, я сначала год, наверное, просто сидела на льду, потом решила всё-таки попробовать что-то поделать, и у меня получалось. А потом думают, чего я сижу? Да. Лучше буду я кататься, правильно? Да. Астма прошла? Прошла. Ну, дай бог, Маша поедет на Олимпиаду. А на ваш взгляд, какими должны качествами обладать олимпийские чемпионы будущими? Вот вы сразу, наверное, видите, вот человек далеко пойдёт, например. Терпение, спокойность. Вот сегодня у Маши всё есть. А вообще, на ваш взгляд, какие у нашей сборной шансы в 2014 году? Понятно, что родные стены будут греть, но вот так. Наша страна всегда была впереди всех, поэтому очень большая надежда, и мы сами надеемся, что наши шансы будут самые золотые. Маша, скажи, а тебе не обидно то, что у всех твоих одноклассников 2 января начнутся каникулы, а ты встанешь на лёд и будешь вот так все каникулы? Да. Нет, не обидно. Ну, это шоу, вот для меня это, вот эта сказка для меня вошла в мою жизнь. И поскольку сказка эта безумная, мы наслаждаемся этим безумием. Дома так не позволят банки. Да. Мы знаем, что тебя настолько она затянула, что даже стихотворение написала. Да. Прочитаешь нам? Королева белая, нежность и уют. Розы белоснежные поклонники несут. Королева красная, ты порыв и страсть, и в глазах огромных навсегда пропасть. Вы и лёд и пламень, вы и нет и да, пусть вам в жизни светит счастливая звезда. Вы и лёд и пламень, вы и песнь и стих, мечтаю быть похожую я на вас двоих. Я, чтоб лёд и пламень, я, чтоб нет и да, и чуть-чуть посвечит мне ваша звезда. Браво. Лен, скажите, а от уходящей десятки, вот, 21 века, какой год у вас был самый запоминающийся, мне интересно? Конечно, каждый запоминает тот год, когда тебе рождается ребёнок. И второй, это самые такие яркие, конечно. А от мечеть как собираетесь? Дома, в кругу семьи. Ёлку уже поставили? Нет, ещё. Когда доедем до Петербурга. Русские люди, всё в последний момент. Да, да, вот мы закончим выступать. Приедем в Петербург, пойдём за ёлкой, за игрушками, будем угощать дом. Будет, как у всех, нормальных людей. Новый год. Но в первое число всё равно придётся лететь в Москву, чтобы быть здоровой на представлении. Ну а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были Белая Королева и Алиса из страны ледовых чудес. Олимпийская чемпионка Елена Бережная и будущая олимпийская чемпионка Маша Ковалева. Оставайтесь с настроением, скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»